здравствуйте дорогие друзья единомышленники а также случайно прохожие зашедший на канал сегодня у нас тема по радиокниги из ссср многие в то время вот и дали вот такие в помощь радиолюбителя вот такие радио ежегодники так чё тут у нас 87 89 91 но мало кто видел так эти мы с вами смотрели стали эти поглядим в скором будущем мало ли кто вот такие этого века вроде как продолжение этой брошюры но совсем формат такой же но никакого отношения она к этой издательству не имеет это уже так сказать рекламный ход кого-то хотя они с выпуском вот этих книжек опоздали в то время момент выпуска их минимум на 30 лет так это у нас так 40 рублей сейчас у нас проезд стоит 30 куплено это давно около 10 лет назад на какой год это было 2007 год никакой ценности на данный момент они вообще не имеют давайте просто посмотрим так еще пожалуйста еще пара лампочка более естественный свет так так что тут у нас так выпуск номер 13 с помощью радиолюбителю электроник своими руками измерительные приборы мобильные телефонии низкочастотные техники блоки состав эффектов зарядные устройства которые источники питания электромузыкальные инструменты это интересно информационный обзор для радиолюбителей одну секундочку так индикатор анодного напряжения тестер многобалитных лимитов питания зарядные устройства так это нам не надо ламповый продавательный усилитель фирмы марсель что получается продаватель усилитель на двух лампах и cc 83 простой усилитель на нча простой усилитель нча на лампах вот это нас больше интересует так блок световых эффектов посмотрим дальше тут различные кабели для мобильников которых уже нет в природе почти таки электромузыкальные инструменты приставка тремоло бустер для гитара приставка увеличение длительности звуки электрогитар это для электрогитары так это вот кому что понравится в скобках потом посмотрим итак номер один это откуда взято на стульях помните всякую жизнь взята на вот отсюда номер один вот только тут оригинал уже не найдешь что-то импортное практич электроникс радио 2005 год номер 6 страницы 7 давайте посмотрим как индикатора нодного напряжения что она делает у нас у нас делают примерно хочу отметить что это 2007 год взяты источники 2005 скорее всего это нам не особенно и надо вход 20 есть 50 вольт вообще непонятно зачем это вот здесь большого количества всяких тестеров ну ладно элементы smd нашей местности они по-моему не продаются тесте малогабаритных элементов питания это вообще нам не надо вот изумительный тестер так такой цвет штангенциркуль кавычках как сюда маленькие технические неполадки вот париться надо так и тут красный плюс зажимаем и смотрим свеженький это чудо тогда стоило меньше 200 рублей на алиэкспрессе есть такой еще встречный встречный сам индикатор забирает сколько-то вольтов милия и стрелочная есть такой цифровой цифровой лучше давайте посмотрим сейчас таких аккумуляторов нет кстати почему она разрабатывала слов съемка вот эти трансформаты катушки какие-то это именно мне интересно даже до 2007 года это уже она и даже все сын поснова отпечатка странно у них было запад нам поможет продолжение так простое зарядное устройство для аккумуляторов номер три так что за аккумуляторы данному зарядному устройству любой калий заряжаемых элементов с максимальным сумманным напряжением 17 вольт но навряд ли кто-то будет строить так универсальное зарядное устройство никель кида никель кида никель металлогидридных ось какой то я еще на крыльях ночь хотя у каждого есть свои замолочки и так универсальное устройство и 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 Светная техника, лампы и продавательные усилители. Это уже интересная классическая схема, комментария свои не буду, я просто увеличу. Что-то сейчас пошло не буду на лампы, мы сами тут простецкую схему затеяли. Так, эта книжка никогда не открывала до сегодняшнего времени. Так, предварительно усилитель на двух лампах. Так, это вот классическая схема, сейчас я ее налю к Боричу. Проще взять этот патефон юность, или как он там концертный, взять его за основу, так сказать. Для первых, так сказать, познаний. Даже уже вот это классик, так, простой усилитель на лампах. Так, вот оно, кстати, простой усилитель. Единственное смущает, тут всякие трансформаторы, я говорю, надо взять, я всту как тут по-напихам, давайте посмотрим. пары руби. Ну вот. пары руби. Вот тут протосоматор указан. Где-то сейчас это витки найдешь. эти поводы. Большой вопрос. Так, это номер семь у нас по списку. Так, ну вот блоки составных эффектов, это мое. Так. Бегущий огонь на десяти светодиодах, восьмой по списку. это выглядело вот так. У нас, по-моему, был 155 и D3. Не помню, сколько там. Там больше десяти. А и D1, по-моему, десять. Могу путать. Давно это было. Технологичная схема 4017. Так. Что делает? Даже печатки есть. По-моему, что-то такое есть. Похоже, конструктор на алиэкспрессе. Это вот печатка с Наташкой. Мерцающий цветок. Где-то это я уже видал. Духцветные светодиоды на двухцветных светодиодах. Ну, как-то выглядело это вот примерно так. Скорее всего, тоже есть конструктор такой. Вот отпечатка. Это у нас номер 9. Так, сервисный кабель номер телефонов Nokia. Это нам, думаю, неинтересно. Уже таких и телефонов, как я говорю, нет. Вон, модели 32, 33, 51, 61. А 3310. Вот, кстати, кабель для него священнейший. Комбинированные кабели. Так, для верхней гитары. Номер 11 по списку. Бустер для электрогитары. Мы знаем, что это вообще. Не гитаристы. Благодарил это вот так. Приставка. Фосфаза какой-то. Вот тут описание. Это печатная плата в таком исполнении. Отключение длительности. Так, включение длительности. Случение длительности. Так, и все. Наверное, да вот это вот из чего тут взяты первый источник. все иностранщина 91 год 2001 2008 так вы наверно не найдешь он 81 и группа электрогитар вот ну вот и поглядели мы эту книжку особенно так сказать ничего интересно следующее наруска полистаем вот это радио ежегодник за 87 год поинтереснее будет до новых встреч продолжение следует